здравствуйте дорогие друзья с вами свеклана филатова и сегодня мы разберем глеба пьяных который дал интервью ксении собчак в стамбуле ну можно сказать он сейчас мой земляк поэтому сам бог велел его разобрать тем более давно мы не разминались в невербальном поведении а здесь такой прекрасный пример тут невербалики хоть отбавляй просто тут столько эмоций было поэтому я решила не пропускать это интервью а немножечко размяться в невербальном поведении именно в невербалике поэтому давайте не будем опять-таки затягивать нашу прелюдию и начнем сразу разбирать скажи мне почему мы сейчас снимаем это интервью в стамбуле потому что я сбежал из россии в стамбул я себя называю russian refugee то есть беглец из россии вот посмотрите очень интересная такая комбинация да с одной стороны он как журналист профессиональный журналист который вел программу он умеет создавать энтузиазм да вот показывать энтузиазм говорить с эмоциями причем с вдохновением с посылом таким очень с большими экспрессивно такую то есть с одной стороны да вот эта экспрессия из него идет да но с другой стороны обратите внимание вместе с экспрессией мы видим ну то есть экспрессия в чем заключается он поднял брови он оживился до лицо его сразу включились все эмоции он поднял челюсть то есть изо всех сил показывает энтузиазм и экспрессию да но смотрите в конце все таки идет челюсть вниз сжимает подбородок челюсть потом вниз и вверх и самое интересное поджимает вот так вот губу вот это вы знаете такой маркер прям четкий маркер его подавленности вот при всей его экспрессии при всем вот этом энтузиазме который он нам пытается показать все равно перед нами человек очень подавленный да он демонстрирует челюсть вперед да он изо всех сил показывает да что все хорошо казалось бы но на самом деле мы видим что все не так уж хорошо и не так уж радужно да и вот поджимание губы да вот губу вот вот когда губа идет вот так вот назад это и говорит о том что но мы помним что губы это про то чтобы пощупать взять и пощупать и нижняя губа она как раз по ситуации очень четко работает можно взять губа идет вперед это наглость до антипод наглости это когда скромность да и подавленность да ты ты стесняешься ты боишься ну вот поэтому ну как бы вот вот все это вот это напускное перья да как у павлина дан на самом деле мы видим что человек очень подавлен да и он в общем-то такой ну растерянный до отсюда и вот как с ксении там много было вот этих вот терок да много эмоций в общем-то ксения тоже еще тот провокатор но в общем-то поэтому и довольно интересно получилось эта беседа я кстати подписалась на него в инстаграм очень интересные сюжеты по поводу забита это просто вау я я даже не замечала у нас же тоже эти забита ну вот что-то ну просто знаете мне понравилось его чувство юмора это просто браво да значит идем дальше следующий фрагмент теперь давайте посмотрим на его отвращение можешь ли ты сказать что существует запрет на профессию и конечно да есть смотрите вот она четкая эмблема кивнул головой да с открытой ладонью то есть он четко уверен в этом и говорит и я не могу называть вас вот это запрет или нет еще массу всего нельзя в чем вот она пошло отвращение было новость в россии что какой-то человек в каком-то городе бесплатно раздавал книгу орла 1984 видите с презрением говорит но презрение это как раз вот когда губы улыбаются а глаза выражают другую эмоцию вот это как раз презрение презрение в отношении конечно же властей если ну кто-то будет вопросы задавать да ну то есть с презрением в отношении нашей вот свободы его задержали и выписали ему административку за дискредитацию российских вооруженных сил репортаж на журналистику и публицистику вот болтуны пустые они ни о чем мне с ними не интересно я не хочу играть это кремлевская пропаганда она вот так изощренно пытается влезть в мозг умным людям да не надо ксением подыгрывать да пошли они нафиг слушай осталось автоваз остановился ксения брови вверх это как раз вот умение показать удивление да ну в общем то да тут он действительно и эмоции с одной стороны он довольно эмоциональный человек и кстати я там в конце вам покажу вот это вот его внутренняя внутренний надрыв который он действительно я думаю много видит и очень сильно переживает потому что это как раз вот видно у него в нумерологии и по формуле души я там тоже одну фишечку покажу почему он вызывает эмоции да вот кто-то его люто ненавидит а кто-то его вот прям очень любит но вот это вот прям не есть такой маркер который у него есть и я вам его обязательно в конце покажу какая школа журналистики тебе близка тебе нравится стиль подачи люди нет конечно там очень много самолюбования там очень много вот этой вот красивости и слащавости нечестности да нафиг все не хочу но я очень так сказать люблю смотреть парфеновские программы только не говори мне что там прям журналистикой все прям в порядке дальше следующий фрагмент вчера была новость в россии что какой-то человек в каком-то городе бесплатно раздавал книгу орелла 1984 его задержали и выписали ему административку за дискредитацию российских вооруженных сил ты знаешь то есть степень изощренности вот запугивание населения дошла до ручки ну а чтобы запугивать население с кого надо начать с журналистов которые много себе позволяют болтать 7 я компромиссный человек я могу помалку вот интересно теперь вот в контексте этого жеста но вы видите что немножечко повторения да но я повторила специально потому что здесь мы начнем разбирать его интересный жест натягивание штанины а значит и обратите внимание задвигается в стуле натягивает штанину и скрещает ноги вот вот это вот у него такой показательный жест который мы в следующем фрагменте то есть когда он подавлен вот прям четко иду идут вот эти вот этот комплекс упражнений в разном порядке вот прям это интересно наблюдать и смотрите дальше а вот интересно еще здесь движение руки колено а потом грудь колено это у нас гордыня да то есть я неоднократно уже рассказывала что мы на коленях молимся да и когда человек трогает колено это значит он это затрагивает его чувство собственного достоинства да это первое второе он сейчас руку поднесет груди а грудь это сердце это душа это самое ценное самое сокровенное то есть он пытается показать что он откровенно говорит вот давайте дальше смотреть но мне просто невыносимо мне тошно понимаешь вот 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 это вот движение сначала натягивает штанину до поправляет штанину потом трогает колено да а потом подносит руки к душе вот и это такой показатель я вам откровенно говорю я положа руку на сердце говорю вот вот этот жест если вы видите то человек старается донести до вас информацию о том что он очень честен с вами он старается донести самое сокровенное из своей души и постарайтесь пожалуйста меня понять вот он как бы говорит и задвигается на стуле но мы это видели да дальше следующий фрагмент активности не существует же существует господи просто видите сначала отсаживается мозги у нас еще существуют не потом натягивает штанину больше некоторых меньше мы должны анализировать информацию где мои деньги ксения но мы же знаем на федеральных каналах ты смотрите отсаживается скрещает ноги убирает ноги вот кулистиков все утверждал они это был митинг конкретно против одной видите сначала надевать натягивает одежду то есть это я несколько фрагментов на сначала натягивает потом опять будет скрещать ноги и отсаживаться то есть в разных камин в разных в разной очередности но один и тот же жест и радиоактивной стройки куда меня позвали ребята такая комбинация которая повторяется каждый раз когда касается какой-то темы которую ну которая ему неудобно да и вот он вот таким образом он отходит немножко от своей этой неудобной темы надеюсь что нам не будет это мешать у меня начался азан да вот замечательный балкон открыт поэтому будете слышать азан очень хорошо дорога рядом с радиоактивным да да это митинг на котором никакого подвига не было да ну то есть вот этот жест очень показателен для него и еще один жест я хотела вам показать в общем то почему я и стала разбирать этого человека потому что здесь ну прям вот очень очень интересно его настроение по ногам причем да давайте смотреть вот здесь прям вау как интересный рассказать историю не нам нет окей заказывали ли тебе чем способы пинков ногами то есть мы знаем что пинают ногами когда хотят оттолкнуть от себя да что-то какую-то информацию но вот здесь вот прям нюансы его настроения мы можем прочитать потому как он это делает вот в данном случае мы видим что он выражает свое нетерпение и вот этим вот вот таким вот пинком да вот он как смотрите вот он притопывает одной ногой а второй вот прям отталкивает отталкивает вот это прям классический пример пинков да да как разок дальше максимум меня держали платили зарплату ничего не давали делать иногда какие-то знаешь там а кулинарную программу давай ты будешь вести я так выпучил глаза и тем не менее а вот смотрите теперь ногой немножечко вперед и захватывает новую территорию надо и как бы нога его говорит а ну давай попробуем новую территорию да и он как раз и говорит у него прям иллюстрируют ноги на то что он говорит да а то есть уже уже другой пинок да по сути зажав зубы я провел там несколько выпуск кулинарной программы нас тени но это абсолютно неудачный пример ты не разобралась ты хочешь раз даже не знаешь ничего не то который был снят жильцами одного из смотрите отстранился корпусом и ногой уже пинает сейчас у крупню из этих же к в балаши видите вот вот уже отсел отстранился и ногой уже прям четко пинает ну надоело ты мне ксения ну хватит уже задавать такие глупые вопросы но все уже давай прекратим об этом говорить видите как много разных пинков мы видим просто браво вопрос другом не видишь ли ты в этом ну такой небольшой какой-то вот смотрите а здесь он поддерживает колено и тоже ногой немножечко пинает на мне неприятно моя гордыня нуждается в поддержке давай уже это закончим то есть в любом случае как бы неправильность чтобы не сказать включила святость папы римс да в любом случае это пинки да оказалось бы но все они такие разные нюансы до передают поэтому вот именно поэтому вот я хотела провести этот разбор чтобы показать вам вот вот эти вот нюансы пинков очень мне показалось забавно кстати если вам тоже забавно напишите что нибудь в комментарии да вот вот такие вот нюансики мне показалось уже хватит мне свои политические лозунги провозглашать сегодня я решила просто сделать такой лайтовый разбор а насчет лозунгов это мы в следующем эфире встретимся я обязательно их выскажу да значит следующее но тут когда люди хорошо друг друга знают то конечно же их интересно смотреть давайте смотреть и киселев ты считаешь там нет ни одного человека который вот реально делает то что считает правильным для своей страны тоже мне кажется что например ну там не знаю маргарита симоньян она вполне себе вот искренне так считать ну вот здесь конечно же ксения очень сильно лукавит потому что мы видим что посмотрела вверх во первых да ну да безусловно конечно же она как бы представляет да но я думаю что если бы она действительно так считала а ну вот этот взгляд на верх ей не не нужен был бы то да то есть она по сути взглядом наверх мы конструируем себе какие-то картинки визуальные до их передаем то есть получается что в этом уже пошел пошел диссонанс да дальше поджимает подбородок плече плечом и вот сейчас давайте в замедленной съемке вот сейчас она будет нет это мы уже прошли то есть там бы был наклон голову вот в эту сторону да немножко наклон головы и там плечо за чуть-чуть дернулась да то есть там вот много таких сигнальчиков дальше вот она говорит и вот здесь вот интересный момент если бы она была уверена в том что она говорит то она бы дальше все таки работала челюстью да то есть челюсть пошла бы больше вперед нежели если она просто старается показать сказать то что она действительно так считает невзирая на то что там все против да то есть ей просто надо отстоять эту позицию она выставляет лоб она не уверена что она победит в драке она уверена что она просто вот если рогом упрется да вот тогда в этом случае может быть ей удастся это доказать то есть это неуверенность на сто процентов в том что она говорит она ну как бы просто чисто вот за счет того что она упрямством будет говорить что вот я именно так считаю да вот даже без аргументов да ну я просто так считаю ну вот вот это уже как раз знак того что она так на самом деле не считает она просто это проговаривает и это ее такая вот прямая позиция не более того до вместо наступления идет упрямство вот вот это вот очень важный показатель если человек вам пытается что-то внушать у него аргументов просто с которыми можно драться у него нет но он просто вот знаете вот встал и будет стоять просто на своем без аргументов до без какого-то топлива в драке а просто ну то есть аргументы слабые да она ну можно сказать его на слабо берет но он конечно тоже стрелянный воробей воробей давайте смотреть ну то есть еще и челюсть его так снизу подгребает аргументы вот это вот еще та же такой знак того что аргументы слабенькие да вот если бы были сильные аргумента она бы просто буром пёрла да вот она бы выставила челюсть она бы более экспрессивно это дала а здесь получается вот как бы снизу вот эти вот аргументики вот как бы ну вот ну ты подумай ну может быть вот это мы им учтем может вот это ну как бы набрасывание может чё сработает да но на самом деле она совершенно не уверена в том что говорит это чисто вот для того чтобы раздраконить своего собеседника ну давайте смотреть на его реакцию а это даже если так думаешь а он конечно тоже стрелянный воробей они очень хорошо знают друг друга и вот он явно считал ее посыл да и явно но он тоже в общем-то знает маргариту симоньян и поэтому ну как с ее стороны да она как бы старается быть такой политкорректной и всесторонне освещать до ситуацию но он свою сторону уже выбрал и поэтому смело может называть все как он считает нужным и здесь очень здорово да его позиция намного лучше чем у ксении но как бы она постаралась постаралась сделать хорошую мину при плохой игре мне кажется она будет а мне кажется все нет и сейчас лукавишь не а вот смотрите теперь он выставляет челюсть вот 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 это уже он уверен я реально и кстати вот здесь вот еще немножечко под ну можно сказать поджал губу да но он подыгрывает я думаю здесь ксении потому что он понимает почему она лукавит понимает все это ну и как бы вот здесь вот у них такой свой диалог до соловьева нет извини пожалуйста я вот тебе не верю извини пожалуйста ну потому что я считаю что ты все понимаешь паралиту симонья не смотрите какое презрение смотрит в область перед собой поднимает и вот она презрение прям супер презрение да то есть все мы понимаем в общем-то и ксения все хорошо понимает ей надо было это сказать да ну в общем-то хорош хорошая беседа такая да дальше ну здесь немножечко по поводу гласности на телевидении давайте посмотрим когда об этом все независимые каналы рассказывали ни слова нет о митингах в программе максимум ну слава богу а ты хотела чтобы мы и ругали их что ли на федеральных каналах их ругали в те времена или нет еще а мы знали нам разрешили не ругать спасибо но вы же могли как-то нейтрально как это могли я что-то не пойму мы живем не в россии что какой-то конец десятого года что-то не пойму а президент не владеет путин случайно нет дальше в огромном случайный руководитель телевидения всего нет ну просто случайно спросил вдруг так сказать ты можешь ты можешь быть святее папы римского ксению хорош очень показательно конечно да имеем что имеем да значит ну это такой кратенький сегодня разборчик я решила сделать чтобы не затягивать по невербалике ну я думаю что вы все увидели все поняли что надо сейчас буквально пару слов по нумерологии вот я вам обещала что объясню почему у него вот так вот вот это вот такая вот внутренняя как сказать внутреннее недовольство внутренние вот эти вот противоречия да а вот почему потому что жизненный путь семерка кто у меня уже на нумерологии учится вы понимаете когда кармическая 16 до семерка это копание вглубь это видит очень хорошо видит знает понимает ну то есть все разобрано на молекулы хорошо понимает да все а вот когда 16 то вот это все понимание она как раз против человека до слишком много знает слишком много разбирается да ну вот и вот это вот и дает такое вот внутреннее ну его просто я я представляю как ну это внутренняя истерика да по поводу того что человек слишком много все понимает вот она что и заставляет его быть именно таким и это же это же вот я кстати обращаю внимание люди которые на которых интересно смотреть которые действительно ну вот собирают аудиторию вокруг себя которые ну чего-то достигают это как правило люди с кармическими цифрами вот как ни странно казалось бы вот я раньше думала что это именно должны быть мастер числа мастер числа это хорошо да это сразу такой карт-бланш вам для того чтобы чего-то достичь а вот здесь вот получается что кармическая цифра она заставляет человека всегда быть в напряжении всегда чего-то искать я всегда быть недовольным тем что ты достиг да и вот это вот двигатель такой потрясающий и вот здесь вот как говорится ему можно сколько угодно менять свой псевдоним а вот в этой позиции как жизненный путь уже как говорится драку заказывали не волнует оплачено да вот здесь вот от этого никуда не уйдешь и еще один момент хотела вам показать по формуле души у него тоже интересный моментик такой ой 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 так ушла 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 сейчас вот так вот сделаю смотрите у него потрясающий центр такой вот прям харизма у него просто шикарная не знаю как вам он но мне вот безумно нравится вот его подход к журналистике и вообще вот его взгляды я бы я просто ну как меня сейчас обвинят многие скажут вот этот ей нравится это этот ей не нравится и она сразу критикуют или хвалит вот мне нравится его подход но смотрите вот именно этот человек будет иметь либо сторонников ну вот таких вот прям влюбленных в него либо вот прям его будут ненавидеть со страшной силой смотрите его венера которая в центре и кстати в центре у него нулевые планеты то есть вообще вот как бы только импульс есть а силы нет планет да и вот этот импульс венеры казалось бы венера ее ну вот это харизма как раз это умение влюбить в себя здесь смотрит на нее и белая луна и черная луна то есть ему везет да на кого-то да вот кто-то его прям боготворит и вдохновляется а кто-то наоборот его хает и и критикует и вообще ненавидит и кому-то просто противно на него смотреть вот пожалуйста на эту вот на эту луну смотрит и белая и черная луна еще интересно то что венера сочетается с мужской энергетикой да получается женская мужская энергетика вот в этом центре она и создает вот это противоречие да когда и мужская и женская энергии и вот так вот причем на марс смотрит узел то есть ему надо вот эту мужскую энергию проявлять вот эту прям вот экспрессию вот это но он очень хорошо это считал видимо и вот этим хорошо пользуется в этом и есть его успех и еще интересный момент меркурий в центре это человек как у которого хорошо подвешен язык он всегда найдет свое место под солнцем поэтому не переживайте за этого человека все у него будет хорошо и сейчас мне очень понравилось то что он сказал я наконец-то стал счастливым человеком ну дай бог чтобы дальше так было потому что я его хорошо понимаю я сама сейчас нахожусь тоже в турции да я уехала за год до этого я не знала чем это все ну что будет сейчас происходить но мы с ним сейчас можно сказать братья по несчастью надеюсь что это в скором времени закончится потому что все-таки не хотелось бы совсем прощаться с родиной ада значит на этом наш разбор заканчивается я сейчас собираю материал на следующий разбор следующий будет разгромный ребят я бы я просто уже не могу молчать я не могу там рассказывать какие-то свои эмоции до эмоционировать я просто по фактам пройдусь вот насчет своей позиции почему я считаю именно так да на примере многих личностей в том числе вот не на днях вот вчера буквально я посмотрела интервью дмитрия певцова которого раньше я уважала сейчас ну в общем я все скажу оставайтесь со мной обязательно до новых встреч пока пока